Уважаемая Татьяна Юрьевна, уважаемые президиум, глупоуважаемые коллеги, добрый вечер. Удивительно, что вы все в зале, чаще всего онкологи пропускают эту секцию, потому что это как-то вроде, ну, не настолько актуально, как другие темы. Но сейчас, если вы позволите, я несколько слов скажу о том, насколько сейчас актуальна палиативная помощь, насколько она сейчас развивается и насколько сейчас это, наверное, одна из самых обсуждаемых направлений в развитии российского здравоохранения. Хотим мы или не хотим, а чаще всего мы не хотим это обсуждать. Я сама онколог, онкогинеколог, и так получилось, что я вот уже 15 лет занимаюсь палиативной помощью. И в свою бытность с онкологом, ну, как-то эти палиативные больные не очень были мне видны. И чаще всего, когда мы взаимодействуем с онкологом, меня иногда просят быть на разных консилиумах. Чаще всего это какие-то совсем такие большие консилиумы. И всегда говорят, что мы на прошлой неделе уже провели один консилиум, тебя не стали звать, потому что ты все время про смерть, и никто не хочет тебя слышать. А вот сейчас уже деваться некуда, посмотри, пожалуйста, больного, что нам дальше делать. И не хочется об этом говорить, это факт. И мы сейчас, у нас открытое отделение палиативной помощи на базе Сеченовской университетской клиники. В 4-й университетской клинике мы открыли 20 коек, и уже несколько раз сделали консилиум совместно с Игорем Владимировичем Решетовым. И первый консилиум, около 40 пациентов, Игорь Владимирович в конце консилиума мне сказал, ну ты уж прости, пожалуйста, твоих больных здесь совсем не было, ну вот зря вот время потратили. А на самом деле в течение этого консилиума мы одному пациенту выписали рецепт, потому что он был не москвич. А второго пациента мы направили в другой город, потому что он приехал в Москву искать решение проблемы, и мы его отправили в Самару. И когда закончился консилиум, я вышла в коридор, и огромное количество людей вокруг меня столпилось, потому что те родственники, которые выходили, они рассказывали, кто-то, кто выписал рецепт, тут же рассказали. И Игорь Владимирович говорит, ну раз если так, вот это ваша помощь, то вы нам очень нужны. А сейчас несколько слов о том, что мы должны совместно делать, и на самом деле, что, к сожалению, как может показаться онкологу, необходимо делать в силу своей практики. Буквально несколько слов в силу отсутствия времени о том, что действительно палеоативная помощь в стране появилась в 90-е годы, так же, как она появилась во многих постсоветских и европейских странах, включая, например, Польшу, Чехию, Словакию. И она случилась с открытия первых хосписов, первый хоспис в Санкт-Петербурге, лактинские хосписы. Вот это люди, которые первыми в 90-е годы пытались пробить систему помощи неизлечимым больным умирающим онкологическим людям, которые вы видите каждый день. Внизу этого слайда данные 2011 года, когда Всемирная организация здравоохранения оценила Россию вот таким желто-оранжевым цветом, как 3А уровень развития палеоативной помощи. Посмотрите, как обсуждалась наша позиция. Единичное развитие активностей, высокая роль благотворительности, ограниченная доступность морфина, ограниченное количество палеоативных учреждений. О, Боже, откуда они это знают? Сейчас готовится новый атлас, и мы даем сведения, у нас спрашивают, а вы уверены, что это? А вы уверены, что такое количество вы даете? А вы уверены, что вы не ошибаетесь? Мы не ошибаемся. Мы действительно сделали удивительные шаги, как раз благодаря многим вещам, которые сейчас происходили в стране. Посмотрите, вот сверху, где логотип ВОЗа, это то определение палеоативной помощи, с которым мы в 2011 году начали работать. Это подход к улучшению качества жизни неизлечимого больных граждан. Далее мы в 2011 году, впервые в 323-м федеральном законе вообще-то палеоативная помощь абсолютно равна по своей значимости. Она является отдельным видом медицинской помощи, так же, как и скорая помощь, и первичная медико-санитарная помощь. Мы одинаковые, мы один из видов медицинской помощи. А далее в 2017 году наш президент сказал о том, что, коллеги, наверное, надо выходить из только медицинских услуг, потому что палеоатив совсем не только медицина. И в этом году, думаю, что нет людей, которые не слышали, было много-много-много обсуждений, парламентские слушания, и был принят новый закон. В 323-й федеральный закон внесена новая статья о палеоативной помощи. Мы сейчас очень много места занимаем в 323-м федеральном законе. И палеоативная помощь сейчас комплекс мероприятий, включающий как медицинские вмешательства, так и мероприятия психологического характера ухода, осуществляемые в целях улучшения качества жизни. А еще в 323-м говорится о том, что медорганизации, осуществляющие палеоативную помощь, взаимодействуют с социальными организациями. А еще говорят о том, что взаимодействуют с родственниками и членами семьи пациента, и его законными представителями. А еще говорится о том, что на дом пациента выдаются медизделия для поддержания функции организма. А еще о том, что пациент имеет право на обезбольную, включая наркотики. А еще о том, что палеоативная помощь сейчас не просто палеоативная помощь, а делится, как говорит ВОЗ, на первичную специализированную. А первичная делится на доврачебную и врачебную. А значит, сейчас палеоативную помощь и лицензию должны получить масса медицинских организаций, которые видят в своей практике ежедневные специалисты, пациентов неизлечимо больных. Катастрофа, да? Сколько всего предстоит сделать? А значит, вся первичка, все фельдшерские пункты, это все сейчас в той же замуте, извините за сленг, в той же необходимости образования, а еще в профстандарты разных врачей внесены компетенции. То есть, мы такое сейчас в переломном моменте. Поэтому несколько слов, что же такое палеоативно-медицинская помощь. Коллеги, мы не являемся высоко специализированной помощью. Мы не излечиваем от заболевания, мы не забираем ваш хлеб. Излечить от основного заболевания, подобрать специализированное лечение, это про вас. Мы нужны для того, чтобы вам помочь в тех случаях, когда у пациента случаются кризисные моменты. Посмотрите на наши функции. Адекватно балансирование между попытками продлить жизнь, интенсивной терапией тяготных симптомов и подбор тех методов лечения, которые улучшат качество жизни пациента, и спорные для продления жизни. Теперь, если можно, вопросы. Когда оказывается помощь, палеоативно-медицинская помощь, онкологическим больным? У нас несколько ответов. Помощь оказывается пациентам с прогнозом жизни менее двух месяцев. Оказывается пациентам с выраженным болевым синдромом в случае прекращения специализированного лечения и может оказываться параллельно со специализированным лечением. На самом деле 70% сейчас в зале ответили совершенно верно. Палеоативно-медицинская помощь не является аналогом хосписной помощи в терминальном периоде. Мы сейчас сделали очень много шагов по развитию палеоативной помощи в целом, но, к сожалению, не по развитию палеоативной помощи онкологическим больным. Мы за последние годы не сделали шагов по интеграции палеоативной помощи в онкологию. Как было полторы тысячи коек в онкологических спонсерах и институтах страны, так их сейчас 1700. Ничего не изменилось. Кабинеты палеоативной помощи нигде особо не открылись. Лицензии на палеоатив особо онкологи не получили, онкологические спонсеры. Право выписывания рецептов. Как Воронеже сказали, слава богу, мы этим не занимаемся. То есть, к сожалению, мы мало организаций, которые начали идти по пути того, чтобы видеть своих пациентов, которые испытывают болевой синдром, даже те, которые, если говорить только о болевом синдроме, даже те, которые получают специализированное лечение. Все-таки чаще всего пациент выписывается без рецепта, если говорить о болевом синдроме. И вот это вот несколько постулатов, которые выносят Всемирная организация здравоохранения, говорят о том, что основная наша функция все-таки повысить качество жизни, что палеоативная помощь может оказываться на ранних этапах заболевания, если оно выявлено в тяжелых стадиях, и выполняет основные функции это устранение прочих симптомов, боли и других тягостных симптомов. Мы важным моментом палеоативной помощи и специалисты палеоативной помощи не занимаются эвтаназией. Я вам сейчас покажу удивительные слайды, и я думаю, что для онкологов таких высокого уровня, как и вы, вы поймете о том, насколько недооценивается роль палеоативной помощи. Посмотрите, 6 из 10 больших рандомизированных исследований говорят о том, что ранее палеоативная помощь онкологическим больным улучшает выживание пациентов. Более того, сейчас проводится в ряде клиник электронное мониторирование пациентов с тем, чтобы они в приложении говорили о своих симптомах. Не тогда, когда придут на визит к пациенту, к врачу, а тогда, когда сегодня, вчера и завтра. И далее доктор корректирует симптомы. Посмотрите, насколько более эффективны результаты лечения у этих больных. Посмотрите, сравнение веб-мониторинга симптомов с рутинным наблюдением после лечения рака легких двухлетнего выживания. Это исследование, которое показывает в основном исследование пациентов с диагнозом рака легких. Посмотрите, раннее начало палеоативной помощи и стандартное лечение. А еще есть такие расчеты в силу отсутствия времени. Мы об этом не говорим. Экономическая эффективность и экономическая стоимость помощи палеоативной, она с разы облегчает экономическую нагрузку на онкологию. Зачастую пациенты останавливаются от ненужных вещей, и онкологи легче останавливаются от ненужного подбора терапии в последний даже месяц жизни, что очень удешевляет помощь. А эффективность лечения, посмотрите, да? Мы говорим о некоторых видах палеоативной помощи. Вот то, что вы, к счастью, и написали о том, что специализированность закончится, потом дальше начнется хоспис. Мы в прошлом году это обсуждали. Это такая интеграция палеоативной помощи в специализированное лечение. Когда сверху, посмотрите, поддерживающая терапию, пациент выходит в реабилитацию из лечения, а снизу, с самого начала лечения, пациенту производится консультация и поддержание с помощью палеоативных специалистов, купируются тягостные симптомы, а дальше, если пациент переходит в фазу, когда ему прекращается специализированное лечение, он уходит в специализированные стационарные организации, например, под наблюдение специалистов амбулаторных и, к сожалению, летальный исход. Вот такой модель галстук это сейчас называется. Огромное количество людей, около 800 тысяч человек последнего года жизни только в стране нуждаются в помощи. И мы всегда говорили, это только онкология. А сейчас наша служба захлебывается в инсультных больных. Мы захлебываемся в этом количестве пациентов, недореабилитированных, выхаживаем, слово пациент становится на ноги. То есть, на самом деле, удивительные вещи, которые сейчас происходят в наших организациях. Все ли пациенты должны попасть в хоспис? Нет. И надеяться на это вряд ли стоит. Большая часть пациентов пройдет вот в этом фиолетовом треугольнике. Это пациенты, которые пройдут, останутся у онкологов и от вас они не уйдут, потому что они вам верят и доверяют, и вы их будете до конца лечить. Кто-то будет с первичной медико-санитарной помощью, а в службы попадут самые сложные, дилеммные пациенты, которых вы не можете справиться. Вот эта новая структура палиативной помощи в стране, первичная и специализированная. Сейчас выходит порядок, новый порядок палиативной медицинской помощи. Он уже в Минюсте на утверждение, где все вот эти моменты и межведомственное взаимодействие, коллеги, в приказе, который подписали два министра, Вероника Игоревна и министру Топилин, где озвучивается не только медицинская помощь, но и межведомственное взаимодействие вплоть до сроков. С этим тоже нам надо будет научиться жить. Это реализовывать. Но очень надеемся, что будет это эффективно для наших пациентов. И вот, что мы должны сделать. Мы ни в коем случае не приносим вред. Зачастую при консультациях, когда присутствуют врачи палиативной помощи, онкологу легче обсуждать дальнейшее лечение или его прекращение. Мы чаще стоим на пути менее агрессивного лечения. Мы видим те тягостные симптомы, которые вы, к сожалению, не всегда замечаете. И еще новые строгие рекомендации АСКО относительно пациентов, нуждающихся в палиативной помощи. Посмотрите, одновременное назначение как специализированной, так и палиативной помощи у пациентов, имеющих заведомо отрицательный прогноз на выздоровление, имеющие медстатическое поражение, и дальше скажу, какие опухоли. Еще исследования говорят о том, что если говорить только об онкологах, то появляющийся такой пациент, он в среднем в месяц нуждается в час больше внимания, чем пациент с менее сильным распространением опухоли. Крайне важный момент информирования пациентов. И здесь, к сожалению, нехватка времени, нехватка коммуникативных знаний, она ведет к незначительному общению. Отсутствие коммуникативной активности между пациентом, родственником и медицинским работником. К сожалению, увы, это стоит признать. И если, смотрите, когда пациент, вот исследование, пациент с диагнозом запущенный рак легкого в группе наблюдающихся палеотивными специалистами получали химиотерапию в 9% случаях, а в группе не получающих, то есть стандартное лечение, в 55%. То есть это неэффективное, заведомо мы надеемся, что будет что-то, но понимаем, что эффекта не будет. Посмотрите, насколько разница между агрессивным лечением. Еще очень важна является оценка симптомов. Мы очень много оказываем времени на активное специализированное лечение, зачастую не видим симптомов. Вот этот текст Игоря Владимировича, мы уважаем, прости уж, но, к сожалению, твоих больных здесь не было, а больше 50% были пациенты, которые нуждались в консультации. Испуганные, стоящие на одной ноге, боящие зайти, пациенты с отеками, не знающие, куда дальше идти, надеющиеся на какое-то чудо этой клиники. Это все пациенты, которые нуждались, конечно, в консультациях, в поддержке. Все это должно быть отражено в карте больного. И еще, посмотрите, ведение пациента. Вопрос для пациента, хотите ли вы это обсудить, часто ли мы это задаем. И еще вопрос о том, какие цели лечения. Мы, конечно, боремся за жизнь за каждый месяц, но зачастую наше совместное бы лечение, наше совместное введение больных улучшали бы лечение этих пациентов. Смотрите, выводы. Час в месяц на одного больного, если такой больной есть. Необходимо дать информацию о системе палеоативной помощи, которая есть в этом субъекте или в этой местности для того, чтобы обеспечить гуманный переход этого пациента со специализированной помощью на палеоативное лечение. И, конечно, готовность вести трудные разговоры, которые каждый из нас ведет ежедневно. Несколько рекомендаций, которые озвучивает АСКО по поводу ведения пациентов онкологических, которые продолжают лечение и нуждаются в том числе в палеоативной помощи. Посмотрите, контакт с родственниками, контроль симптомов, понимание, насколько пациенты и его родственники понимают прогноз заболевания, обсуждение и объяснение целей того лечения, которое вы сейчас проводите, помощь в принятии врачебных решений, взаимодействие с другими медицинскими специалистами и начало лечения в течение восьми недель. По факту два месяца можно ввести таких больных самостоятельно, а далее в связи с того, что возникает масса проблем, стоит их ли ввести вместе со специалистами палеоативной помощи. А также взаимодействие палеоативной помощи с другими, как традиционными, так и новейшими методами поддерживающейся терапии. Коллеги, нам необходима крайняя помощь радиологов. Мы видим пациентов с компрессией спинного мозга, мы видим пациентов с сильнейшими болями в костях, которые можно было бы лечить лучевой терапией. Но мы умоляем взять специалистов этих больных, потому что они не очень интересные, они тяжелые, как вы их привезете. Мы видим больных, которых можно сделать стентирование. Мы видим больных, которых страдают от анемии, если мы им восстановим эти показатели, то улучшится качество жизни. И, к сожалению, мы зачастую все это делаем в ручном режиме и у ВИА. Пациенты со злокачественным образованием на ранней и поздней стадии могут, помощь может оказывать как члены семьи. И причем вот члены семьи для нас, для специалистов палеоативной помощи, они занимают наше рабочее время больше, чем пациенты. потому что именно с ними основное обсуждение, их необходимо научить ухаживанию, их необходимо научить обработке различных стом, катетеров, зондов, их необходимо обучить тех самым красным флагом, ну, появилось анемение в нижних конечностях или вдруг непроизвольное мочеиспускание. Коллеги, очень важно говорить людям о том, что метастатическое поражение позвоночника может вести к тому, к тому и к тому. И если вдруг у вас появилось анемение, вам нужно в течение семисяти двух часов получить ручевую терапию, дозу дексиметазона или получить операцию. Вот это сейчас очень просто, но это невыполнимо в обычной практике. Эти люди лежат у нас в отделениях с нарушениями функции тазовых органов месяцами, с болевыми синдромами, мы за ними ухаживаем, у них огромное количество пролежней, а возможно им надо было провести высокодозную лучевую терапию, не так много сеансов, сейчас мы понимаем, что это не большая проблема. И насколько было бы всем нам и пациенту это более комфортно. Посмотрите, какие пациенты сейчас в положении палиативной помощи, но помимо того, что определено, какие пациенты нуждаются в палиативной помощи, так и критерии отнесения к палиативным. Обратите внимание, Минюст утверждает в этом месте уже этот приказ, критерии отнесения к палиативным пациентов, нуждающихся в пациентах онкологических. И здесь пациенты, выявленные уже с метастатическими опухолями, пациенты, имеющие рак, легких рак подживучной железы, это пациенты, которые изначально уже с тягостными симптомами, с дилеммами, с социальными проблемами, и мы, конечно, должны совместно с нами вместе их вести. Вот это такая пирамида оказания палиативной помощи, палиативный подход, не специализированная, или как сейчас у нас называется это первичная помощь, и специализированная палиативная медицинская помощь. И по этому поводу и закон, и приказ, и изменения в законодательстве по наркотикам, изменения есть, а на местах приказы по наркотикам. В прошлом году при поддержке фонда президентских грантов Ассоциация хосписной помощи сделали мониторинг медорганизаций. 32 медорганизации в 28 субъектах Российской Федерации. Вы знаете, какие приказы по наркотикам? Десятилетней давности. До сих пор врач почему-то ходит с медсестрой и делает инъекцию. Это ушло в 2010 году. Хотите верьте, хотите нет. С 2010 года уже медсестра делает это одна. 65% медорганизаций до сих пор имеют это требование. Зачастую допуск к сейфу имеют только заведующие отделением, как будто он не может ни спать, ни есть, ни уходить в отпуск. А медсестра без него не имеет права. То есть, коллеги, мы делаем такие сумасшедшие вещи, ошибки на местах, когда законодательство очень изменено. Я понимаю, что приказ по наркотикам в медорганизации пишет старшая главная медсестра, чаще всего вместе с Ночмедом. Они вот эти вебинары не проходят. Но, пожалуйста, обратите на это внимание. Ну, правда, но 10-летний приказ у нас до сих пор он просто активно развивается и нам отстаивают его, что покажите, где врача не должно быть при медсестре. Кто оказывает паллиативную медицинскую помощь онкологическим больным? Давайте ответим. Врачи-онкологи, врачи-участковые терапевты, врачи общей практики, врачи хосписов или все вышеперечислены? Совершенно точно сейчас по новому законодательству по факту паллиативную медицинскую помощь должны оказать все специалисты, видящие этого больного. И, коллеги, это относится и к боли, и к другим тягостным симптомам, и к направлению в социальную службу, и поддержанию психологически. Я понимаю, что это еще какая-то лишняя нагрузка, которая на вас вот она упала. Но АСКО говорит о том, что это один час в месяц дополнительный на таких больных. Посмотрите, с чего мы начали в 2014 году. Масса-масса проблем, которые озвучивались и в Думе, и в правительстве, и в Минздраве России. И здесь была и необезболенность, и отсутствие форм препаратов необходимых, и детских, и взрослых, и много-много чего. И мы очень много изменили. Сейчас я бы зачеркнула даже пятый пункт, потому что, согласно законодательству, психологическая поддержка должна быть, а значит, в штатном расписании уже клинического психолога можно брать. Обратите внимание, но, к сожалению, в онкологических службах мы много чего не видим. В больницах появились. Коллеги, мы в 2014 году имели три молекулы опиоидных анальгетиков неинвазивной формы. Три. А сейчас их шесть. Но у нас как был промедол, так он любимый и остался. К сожалению, и тут тоже вопрос о том, как мы заявляем. И, может быть, это кажется сейчас не очень про науку, но дело в том, что заявка в медорганизацию делается и раз в год, и каждый квартал. Мы можем все это делать. И, конечно, очень стыдно, когда ведущие клиники... Откуда у нас тромала? У нас нет тромала. В 90-х годах было, а потом у нас его забрали. И морфин был на каждом посту, и в приемном покое. А сейчас его нигде нет. Только в реанимации. А еще и создаются службы централизованные по обезболиванию, которые находятся в приемных покоях, и они на всю клинику тысячно-коечную. Вот эти бегают люди. И у нас все урегулировано. Но, коллеги, к сожалению, этот вопрос не урегулирован. Ну, палеотивные слайды не могут быть без больных, потому что это всегда так важно. Детская палеотивная служба. К счастью, детская онкология победоносна, но все равно эти дети есть с различными опухолями, очень страдающими. Взрослая служба палеотивная. И на самом деле этот около полугода умирают онкологические больные, когда они уходят от специализированной помощи. И около полугода, в среднем два месяца, но около полугода пациенты находятся в поисках, что делать, где находить лечение. Их родственники находятся один на один с этой бедой. К чему я призываю? Я призываю, конечно, реализовывать законодательство, делать отделение, делать кабинеты палеотивной помощи в ваших онкологических учреждениях. Это не так дорого. Это один врач и одна медсестра. Но это те люди, которые очень сильно помогут вам в дальнейшей службе вашей. Ежегодно Ассоциация хосписной помощи проводит конференции. В этом году, это 30 и 31 октября, в Сеченовском университете конференции с международным участием. Конечно, у нас большое количество также международных лекторов, которые очень активно помогают в развитии нашей службы и профильной комиссии, и участие членов Государственной Думы. Потому что это все мы можем сдвинуть только все вместе. Но сейчас президент в январе был в детском хосписе в Петербурге. Дума пошла на своих региональных неделях в взрослые хосписы и в детские. Но на местах немножечко у нас происходит такая пробуксовка. И на самом деле палеотивная помощь, она стоит зарплаты одного врача. То есть, если говорить о кабинете палеотивной помощи в онкодиспансере, например, то это зарплата одного врача. Больше он, ну, ничего не делает такого, что стоит больших денег. Наши препараты стоят, там, ампуломорфина 17 рублей. Ну, просто сравнивать, если с терапией, которая проводится в последний месяц жизни. Да, у нас самое дорогое средство по уходу и перевязочные средства. Пластыри различные и расходка. Это самое дорогое для наших больных. поэтому стоимость работы врача и кабинета палеотивной помощи очень минимальна, но помощь не очень большая. Поэтому я, конечно, призываю к тому, чтобы все-таки реализовывать то, что мы должны реализовать и помогать как себе в работе, так и пациентам и их родственникам. Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо, Диана Владимировна. Пожалуйста, вопросы к Диане Владимировне. Да, пожалуйста. Будьте добры, микрофон. Спасибо огромное, Диана Владимировна, за великолепный доклад. Пожалуйста, ответьте на такой вопрос по поводу новой новеллы по обезболивающим препаратам. Нужно возвращать обладки и капсулы или вот уже однозначно нет и забыли, и все. Уже вот однозначно нет. Уже давно однозначно нет. Ни при каких условиях. Вы помните, Биш, вот эту сумасшедшую историю, когда контр-дмирал Панасенко закончил жизнь самоубийством, да? Ну, у меня даже есть по этому поводу презентация в клинический случай, разбор, всех-всех этапов. Ну, все шло просто как будто специально там где-то решили, что этот выстрел должен произойти. Есть такой закон, он же в народе закона Панасенко или Герсименко, 501-й федеральный закон, который давным-давно это увел уже из нашей деятельности, с 16-го года. Нет возвращения ампул, и более того, мы не имеем с вами права требовать возврата использованных ампул, а про обладки никогда и не было сказано. Это наши фантазии были. То есть их не нужно. И пластыри тем более снимать с кожи, с волосами, с эпидермисом, с тел, с трупов, потому что иногда эти тела уезжают в морги вместе с пластырями, медики туда ездят, до сих пор снимают эти пластыри и сдают. Спасибо. Нужно делать уже много лет, конечно. Спасибо. А вот можно вопрос по таблетированному морфину? Мы в Казахстане у нас сейчас тоже мы ввели, вы, наверное, знаете, Гульнару Кунирову, нашу тоже президент ассоциации, которая все время до нас доносит все эти проблемы. Более удивительные. Да, она вот, мы сейчас, я ей перекинула ваше фото. Ну вот мы ввели, то есть ввели в этот наш как лекарственный формуляр этот морфин таблетированный, но, к сожалению, Короткого или длинного действия? Ну вот я не знаю, какого там она ввела его, в общем, это я тоже как-то... Минимальный перечень препаратов, он утвержден ВОЗом, и для того, чтобы говорить о том, что мы... Какой ввел? Что должно быть доступно всем? Короткого. Короткий морфин, да. И, к сожалению... И он у нас только появился. В России он появился в этом году. Московский эндокринный завод сделал этот препарат, зарегистрировал, но теперь же дело за субъектом, его что-то заказать. Нет, мы заказали, но теперь пациенты, наши врачи не знают, как его опять оприходовать, как его там списывать вообще, нужно ли это... У нас какие-то тоже, наверное, надо... Есть международные требования по контролю за препаратами, подлежащими международному контролю, и, конечно, необходимо... Дело в том, что мы должны бороться с незаконным оборотом. Факт, вопросов никаких. Незаконный оборот должен быть остановлен. Но эта борьба с незаконным оборотом не должна перевешивать те весы в сторону того, чтобы эти препараты не были доступны людям. Потому что больше нигде ты купить их не можешь. Это не препарат от давления, который ты плюнешь на эту льготу и пошел купил сам. Здесь ты не купишь препарат. Ты просто в этих рамках, и ты должен достоять до этого терапевта, и все равно с двух он часов, не с двух, но ты только у него можешь получить. Поэтому, конечно, приказ... Мы очень активно работаем с Казахстаном, и многие документы у нас такие вот, ну, не совместные, но отработанные вместе, да. И, конечно, необходимо изменять приказ тогда федеральный, приказ локальный, как списывать, как хранить. Но наличие короткого морфина в таблетках, он у нас был раньше, мы с ним жили до 90-х годов. Сейчас он ушел, а сейчас снова пришел. Его надо просто заказать. Это вместо уколов. Потому что пациентам мы сделали исследование до 60 инъекций в день. Это не внутривенно, это ежедневно. Вы можете себе представить? Вот у меня была идея, она не реализовалась. Я хочу этих 60 шприцов положить на 2 недели на один стол. И показать вот этого рядом больного, с кофиксией, ну, в общем, такого классического, да. Как 60 в день инъекций сделать? Конечно, в этом смысле пластыри, таблетки, подъязычные капли, они более эффективны, потому что они более гуманные. Потому что колоть, я вижу, как наша медсестра подходит с лотком и около больного стоит. И она сначала тут посмотрит, потом тут посмотрит, потом руку вот так поднимет, потом ногу поднимет, ну, и в итоге думает, куда же сделать этот укол, да. И внутримышечно, при отсутствии мышц. Трамал – любимый препарат в стране, внутримышечный. Мышц у наших больных нет, они все страдают кофиксией. Поэтому неинвазивные формы, таблетированные, пластырные, они, конечно, самые правильные. Дин Молин, назовете, вы сказали, что у нас есть шесть форм, они же, наверное, все легко запоминаются, можете перечислить? Конечно. У нас есть фентанил, если говорить о фентаниле, в ампулах, в пластырях, и сейчас регистрируется интраназальная форма. Спрей фентаниловский. Богато, но происходит это в стране. Фентанил ампульный, используется в реанимациях, но может использоваться для подколок или продленных инфузий в палеотеве легко. Фентанил. Морфин. У нас есть таблетированный морфин, длинный, таблетированный морфин короткий и ампульный морфин. У нас есть амнопон, комбинация морфина, папаверина, там целая сборная солянка. У нас есть препарат бупроксон, который бупринорфин. Сейчас это питерская, школа, сделали бупринорфин с налоксоном. Да, у наших капиталистических коллег этот препарат применяется как заместительная терапия. Наш бупринорфин или бупроксон, он не для этого, там маленький доза налоксона, он у нас уже есть, мы можем его применять. У нас есть препарат просидол, российский препарат короткого действия, подъязычный. С ним тоже надо уметь работать, но он есть и есть в стране. У нас есть препарат промидол, тримиперидин, который весь мир запрещает пользоваться для хронической боли, а только для острых моментов. У нас есть оксикодон с налоксоном, таблетированный препарат, который пользуется весь мир, но мы все еще раскачиваем его, мы его не применяем. Что я еще забыла? Гидроморфон, гидроморфон, нет, сейчас смотрите, дорожная карта подписана Дмитрием Анатольевичем Медведевым до 24-го года. Сейчас в разработке гидроморфон, сейчас в разработке кетамин в таблетках, сейчас в разработке бупринорфин в пластырях, и еще очень важным моментом является, наверняка вы уже слышали, мы начали говорить о каннабиноидах. То есть в стране первое там совещание было, мы заговорили о каннабиноидах. Но, наверное, мы, ну не сейчас, не в этой пятилетке, но то, на каких уровнях говорят про каннабиноиды, наверное, именно для лекарственного применения, да, это, конечно, будет слишком современно, но возможно будет. Кроме вас никто не слышал об этом. Про совещание про каннабиноиды? Ну, в нашей стране. По телевизору показывали, по телевизору показывали. Ну, по телеку не все смотрят. Телек, я тоже не смотрю телек, но мне передали. Момент поймать. И мне хотелось спросить, у вас поста есть GYN пробел? GYN, GYN, нижнее подчеркивание, Невзорова, собака, mail.ru. Хорошо. Я, Владимир, еще маленький вопрос буквально. Вот законодательно, вот кратко, пациенты, очень часто, сейчас я знаю, что-то изменилось в законодательстве, но хочу, чтобы все услышали. Пациент не прописан, вот он приезжает к нам, он не прописан в нашем регионе. Может ли он быть, получать помощь в хосписе на той территории, где он сейчас находится? Не в бровь, а в глаз. Вот, скажите, пожалуйста, все слышали. Значит, смотрите, палеотивная помощь финансируется за счет региональных бюджетов. Вот мы не в УМС, и хорошо это или плохо, сейчас уже все говорят, слава богу. В общем, мы не в УМС, и мы в региональном бюджете. Но это значит, что мы обслуживаем на койках и в службах только региональных больных. Имеет ли право нерегиональный больной получить обезболивание? Имеет. Он прикрепляется к аптеке, как первичная медико-санитарная помощь, как прикрепленное население по месту фактического проживания и получает свой рецепт. Пробить, но имеет право. А вот говорить о отделениях, о хосписах палиативных, есть два пути. Первый – это региональный уровень департамент разрешает. Пишет письмо хоспису. Уважаемый Алексей Иванович Крипун, Москва. Разрешите госпитализировать больного из Петербурга, все родственники здесь проживают, тот дает добро, мы госпитализируем. Это такая пройденная практика. Но сейчас в программе госгарантий, ПГГ так называемая, в программе госгарантий прописано о том, что субъекты Российской Федерации в момент появления таких больных, то есть ежегодно должны подписать соглашение о сотрудничестве, как по ОМС, вот эти межтерриториальные обмены. Это еще не отработано совсем, ПГГ только-только прописано, но впервые об этом говорится в федеральном законодательстве, о том, что пациент, проживающий в одном регионе, может получать помощь в другом регионе, а субъекты между собой подписывают соглашение о помощи таким больным. В основном это Москва, Петербург. Несомненно. Если у вас перебив, времени просто не очень много, вот пациент выписывается в стационар, он нуждается в противоболевой терапии наркотическими энергетиками. Он выписывается и живет в Петербурге? Нет, он у него в дороге, ему нужно там... Вы должны выписать его, Татьяна Юрьевна, с рецептом на препарат или выдать ему сроком на 5 дней лекарственный препарат с собой. Я хочу, чтобы тоже это еще раз все услышали. Да. Субтитры создавал DimaTorzok